Сегодня мы пытались разобраться в том, почему не было остановлено зверское убийство сыном родной матери. Ведь это случилось не моментально, а продолжалось довольно долго. И так, как мы вчера сообщали, в Кстове 26-летний Иван Кашин, находясь в предложительном состоянии наркотического опьянения, насмерть забил свою мать, 51-летнюю Надежду Кашина. Мы пытались, опросив множество соседей, восстановить хронологию. Скандал, ругань и крики из квартиры стали доноситься еще в 11 утра. Около 14 часов обеспокоенная девушка Ивана Кашина, которая живет в соседней с ним квартире, позвонила его матери. Та просила срочно вызвать психбригаду, так как Иван был совершенно невменяем. В 14.30 крики стали уже истошными. Девушка Ивана стала стучать в дверь. Он открыл ей голову. На заднем плане мать кричала «убивает». Он захлопнул дверь. Как утверждает невеста, она сразу вызвала полицию, но никто не ехал, а он продолжал буйствовать. Мать кричать. И еще минут через 45 в 15.15 Иван Кашин стал выбрасывать из квартиры вещи. И только после этого приехала полиция, но было уже поздно. Многое из происходившего девушка Ивана Кашина снимала на видео. Он вышел прямо голый весь. Ну, показал. И дверь закрыл. А когда дверь открытая была, там прямо кричат, ну, она кричала, что «помогите, убивают». Я начала вызывать полицию, когда второй раз уже услышала крики. Когда он вышел? Да. Почему он вышел в таком виде? Вот как считаете? Я считаю, что он просто не хотел пачкать одежду кровью. Потому что на ванне следы крови, что видно, что он смывался. А первые крики я услышала, когда я спустилась вниз. И после этого удары. После этого вылетел ее телефон сломанный. Я уже побежала наверх, уже начала стучаться. Она там кричала, там стуки, грома были. Когда происходило вот это на площадке все, еще она была жива. Когда мы уходили гулять, в 10, в 11 у них был скандал. Он орал, ну, посылал подальше. Где-то вот 27 минут второго, вот он мне набрал. Просил прощения, я не поняла, что к чему. Я была под каким-то вот таким этим, вот, и быстро разговаривала. Он только, тетя Оль, прости меня, пожалуйста, это... Я говорю, сегодня прощенное воскресенье. Он говорит, что это... Все, давай пока. Почему вот никто из соседей, кто слышал эти крики, никто не помог, не вызвал полицию? Нет, почему? Вот с третьего этажа кричала женщина, что вызову полицию. Еще там кто-то. Ну, многие. Я вызову полицию, вернее моя сноха, потому что она тоже у меня. Когда я была, мы с гулянки пришли вместе. Но как нам сообщили, что мы уже пятая. Нам сказали, что по этому адресу уже вы пятый, кто звонит. Уже уехали к вам. Дверь, естественно, полиция, он дверь не открывал. После вызвали сотрудников МЧС. Сотрудники МЧС уже взломали дверь. Он лежал на кровати голый в своей комнате. Он просто лежал и смотрел зикими глазами. Таких глаз я никогда в жизни своей не видела. Можно было ее еще спасти, вот его маму? Если бы полиция скоро приехала через 5-10 минут, я думаю, возможно, да. Насколько мы знаем, это длилось несколько часов, то есть не пару минут. И поэтому возникает вопрос, почему там никто из соседей не отреагировал. Там же видно, видишь, что мы пытались взять. И то, что сразу же вызвали. Как только вот увидели, что происходит что-то недокладное. Вы через сколько примерно позвонили в полицию после того, когда вот этот весь конфликт начался, там скандал, крики услышали, когда Надежда кричала? Сразу же. Произошло жестокое убийство, там сын убил свою мать. Хотели бы узнать, почему сотрудники полиции приехали на адрес, на вызов, только после пятого звонка от соседей. Дело расследуется в следственный комитет города Кстово, на зеленые 8-мах. О комментарии по поводу полиции, пресс-службы, главка. Мы хотели бы просто узнать, почему сотрудники полиции не реагировали на заявки. Я поражаюсь просто тому, что невеста на тот момент, она снимала на видео под балконом, ну как бы выложили все это в соцсетях. Надо было вызывать сразу, а не снимать вот это его голово, как он открывал дверь. Вот, она была еще жива, она кричала, караул, помоги. Убивают. Она засняла все это, а не с телефоном стояла, чтобы вызвать кого-то. И пошла, это обойти надо весь дом и снимать вот это крики ее. Это время. Каждая минута была дорогая. Мы потеряли время, вернее они, но мы все потеряли время. Говорят, что было потеряно время, якобы вот вы в тот момент ходили, снимали видео и... Это вещественное доказательство и, понимаете, я еще раз говорю, никогда он свою маму не трогал, поэтому мы даже подумать просто не могли, что он мог ее убить. Мы просто даже не могли подумать, потому что он никогда вообще ее не трогал, вообще никогда. Она его очень любила. Ванечка, 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 Ванечка. Он же сидел у нее еще по статье там фальшивой, какие деньги. Ездил, все деньги отдавал ему. Вот опять к Ване поеду, к Ване поеду. Кстати, слова соседей и девушки Ивана Кашина, которые с утра слушали крики матери, доносившиеся из квартиры, снимали видео и утверждают, что полиция долго не ехала, опровергают данные ГУВД. По данным полиции, наряд ППС прибыл на место в 14.39, через 8 минут после поступления первого звонка, но дверь им Кашин не открыл. Они сами ломать дверь не стали, а решили вызвать МЧС. Соседи утверждают, что Иван Кашин продолжал буйствовать как минимум до 15.15. В это время было снято видео с тем, как он выбрасывает вещи из дома. В какой момент мать умерла, неизвестно, но в 14.30 она точно была еще жива, а ориентировочно в 15.20, когда по данным соседей взломали дверь, уже нет. Сам Иван Кашин свою причастность к убийству отрицает. Он заявляет, что все это время сидел в своей комнате в наушниках, ничего не слышал и не знает, кто напал на его мать. Интервью с ним мы показали вчера. Его арестовали по обвинению в убийстве.